Пас Деду Морозу. Второй год. Крылья Советов перед Новым Годом собирают команду бородатых волшебников и проводят необычный матч. Игроки непрофессиональные, зато с такой волей к победе, которые вполне могут позавидовать футболисты клуба. С каким счетом закончилась встреча, знает Мария Акимова. В прошлом году мы с ними тоже играли. На последней минуте сравняли счет 2-2. Чуть-чуть нас с эти детишки не обыграли. Жаркая игра при минусовой температуре. В нарядных тулупах мяч гоняют самые настоящие Деды Морозы. А по совместительству представители футбольного клуба Крылья Советов. Целая команда волшебников собралась, чтобы поздравить с главным зимним праздником детей, которые особенно нуждаются во внимании. В матче приняли участие школьники с ДЦП нарушениями слуха, речи или опорно-двигательного аппарата. Я вот себя представляю, вот в 13-14-15 лет, или чуть поменьше, меня привезли на базу Крылья Советов. И я бы здесь играл, где главная команда тренируется, играет на всю жизнь. Память. И ребята будут тянуться в футбол. И лишний раз побегать и с пацанами подвигаться. Просто сейчас поймарим что-нибудь. Такие костюмированные матчи проводятся уже второй год. Для Крыльев Советов это стало доброй традицией. Настрой у обеих команд боевой, но самое главное – это новогоднее праздничное настроение. Игра между Крыльями Советов и Крыльями Мечты получилась богатой на опасные моменты и голы. Сначала вели взрослые спортсмены, но ближе к концу игры их соперники собрались и забили ответный мяч. Я волновался, когда сюда приехал. И у меня очень радостно было. Я даже школу пропустил. Понравилось то, что встретился с ветеранами, поиграл с ними, побывал на базе Крыльев Советов. Итог – дружеская ничья. А в завершении встречи дети получили приятные подарки от футбольного клуба. Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии.